Путин Если вы будете шпионить за Россией, поплатитесь жизнью. Русские мастера владения ядами и превратили их в стратегическое оружие. 5% шанс выжить, так не пугают, так хотят убить. В каждом из случаев всего несколько граммов яда обостряли противостояние между Западом и Россией. В последние 20 лет мы наблюдали, как Путин творит свои злодеяния по всему миру и наблюдает за реакцией Парижа, Вашингтона, Берлина. Борьба за влияние, территориальные войны, битвы за финансы и ресурсы. Владимир Путин никогда, никогда меня не отпустит, не забудет обо мне, ведь то, что я сделал, в его глазах непростительно. Каждый случай отравления раскрывает ход в шахматной партии, которая ведется с холодной войны и проливает свет на события с начала вторжения в Украину. Я никогда не забуду, как мои сотрудники, связанные с Россией, приходили ко мне и говорили, не верим, не доверяй русским. Яды Вторая серия. Новая Холодная Война К концу нулевых бывший агент КГБ Владимир Путин успешно установил свои правила. Он разбирался с проблемами своими методами, совершенно не обращая внимания на критику. Как мастер диверсий, он стал союзником в борьбе с терроризмом. Его двуличие сработало. Запад потерял бдительность. На тот момент ни один из западных лидеров не мог предугадать возвращение Холодной Войны. Ни согласных, таких как Уильям Браудер, просто не слышали. Я должен был добиться правосудия для Сергея. Его убили не из-за религиозных взглядов и не из-за идеологии. Его убили за 230 миллионов долларов. И люди, которые украли эти деньги, не хранили их в России, потому что у них их могли украсть с той же легкостью, с которой это сделали они. Деньги хранились на Западе. Весной 2010-го, когда я отправился в Вашингтон, я думал, что легко смогу убедить людей, что в таких случаях нужно что-то предпринимать. Но я узнал, что, когда президент Обама пришел к власти, он запустил нечто под названием «Русская перезагрузка». Хочу презентовать вам небольшой подарок, как символ наших слов, президента Обамы, вице-президента Байдена и моих. Мы хотим перезагрузить отношения. Давайте сделаем это вместе. Мы сделаем это вместе, хорошо? Мы очень старались подобрать правильное слово по-русски. Как думаете, у нас получилось? Неправильно. Неправильно. Надо было «перезагрузка». А вы написали «перегрузка». Но этого мы не допустим, я вам обещаю. Хорошо, спасибо большое. Обама действительно стремился подписать договор о запрещении ядерного оружия, потому что получил Нобелевскую премию за то, что хотел избавиться от ядерного оружия прямо перед тем, как стал президентом. Я твердо намерен соблюдать этот договор. Это центральная позиция моей внешней политики. И я работаю с президентом Медведевым над сокращением ядерных арсеналов России и Америки. Мы сможем это сделать. На это надеется весь мир. И это создало для нас всех проблему, потому что он готов был променять права человека на договор о запрещении ядерного оружия. Америка Барака Обамы спрятала голову в песок. Она была не готова накладывать санкции на Россию. Но все изменится, когда десятилетний обман вскроется. Агенты России работают на американской земле под фальшивыми личностями. Меня зовут Леон Панетта. И у меня большой опыт работы с Россией. Когда я был директором ЦРУ и министром обороны, я работал с сотрудниками разведки России и с их министром обороны над решением вопросов обороны. Я надеялся, что мы сможем улучшить наши отношения с Россией. Я пытался сделать это, будучи директором ЦРУ. Я никогда не забуду, как мои сотрудники, связанные с Россией, приходили ко мне и говорили, не верим, не доверяй русским. И когда я услышал о шпионах на территории нашей страны, я знал, что это не просто слухи. Где-то за год до этого ФБР смогло установить, что Россия отправила в Соединенные Штаты 10 человек. Они использовали этот подход еще со времен КГБ. Ты отправляешь человека в страну под вымышленным именем. Он становится частью местного общества, налаживает в этом обществе прочные связи. Они состояли в браке, у них были дети, которые учились в местных школах. Они становились членами общественных организаций, некоторые работали учителями. Они очень успешно создавали себе эффективное прикрытие. У нас были записи, как этим людям платят русские. Многие из них посещали российские посольства или консульства. Их главной задачей было по итогу проникнуть в ключевые агентства и департаменты Вашингтона. Главной их надеждой было стать частью ЦРУ, стать частью ФБР или частью Госдепартамента, а может и вовсе устроиться на работу в Белый дом. У них здесь была одна единственная цель – собирать информацию о планах Соединенных Штатов. Нашей главной проблемой было то, что один из этих людей, один из шпионов, планировал вернуться в Россию. И мы боялись, что если у него получится, то это сведет на нет все наши усилия по поимке всей десятки. Поэтому мы отправились в Белый дом. Это было как раз в тот момент, когда президент Обама и президент Медведев, который был главой России, планировали саммит, на котором хотели обсудить важные вопросы соотношений Соединенных Штатов и России. И мы переживали, что это вызовет смущение и дискомфорт не только у Медведева, но и у нашего президента. Поэтому мы решили позволить президенту Обаме и Медведеву провести встречу. А когда Медведев сел бы на самолет и покинул воздушное пространство Соединенных Штатов, мы бы тут же арестовали всех десятерых шпионов. Следующий сюжет о жизни в американских пригородах и международных интригах. Крупное дело шпионов прогремело на всю страну. США арестовали десятерых россиян. Они обвиняются в шпионаже под вымышленными именами, с поддельными свидетельствами о рождении и дипломами. Это отголоски холодной войны. Барак Обама не хотел новой холодной войны. Он упрямо придерживался своей стратегии перезагрузки. Чтобы вынудить его действовать, Уильяму Браудеру нужны были союзники в Конгрессе США. Он связался с Хельсинской комиссией, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе. Банкир убедил небольшую группу чиновников и конгрессменов разработать закон Магнитского. Кремлю этот союз не понравился, и он поместил всех причастных в список самых разыскиваемых. Мне нравится название «11 друзей Путина», потому что нас было 11 американских чиновников и бывших чиновников, которые разыскивала Россия за пособничество действиям международной преступной группировки. А объединяло нас связь с продвижением закона Магнитского в США. Меня зовут Кайл Паркер. С 2006 по 2014 я был консультантом-аналитиком по России в Хельсинской комиссии от США. Впервые я встретил Билла Браудера в начале 2009-го. Он еще с середины 90-х был в России достаточно известной личностью. Конечно, это незабываемо, когда крупнейшего иностранного инвестора выгоняют из страны как угрозу национальной безопасности. Он сказал, «Я вам кое-что расскажу». Так Конгресс США впервые услышал историю его адвоката Сергея Магнитского. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Следующие несколько месяцев я пытался найти в этой истории изъяны. Какие-то несостыковки в логике или фактах. Я поговорил со всеми, с кем только мог, со всеми, кто мог предоставить мне хоть какой-то компромат, какую-то грязь на Билла Браудера. Но в итоге история подтвердилась. И не только подтвердилась. Я от многих, с кем разговаривал, слышал, в том числе от моего собственного правительства, что в реальности все было куда хуже, чем Билл Браудер рассказывал. Мы в зале слушаний Комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США. Исторический зал, который изменил отношения между штатами и Россией, между Западом и Россией. Здесь Владимиру Путину сказали, мы не собираемся оставлять ваши действия безнаказанными. Мы не сможем вернуть Сергея, но если его смерть, его история поможет спасти жизни в похожих делах, то его немыслимая жертва хотя бы не окажется напрасной. Помилуй, Господи, Сергея Магнитского. Членов Конгресса эти свидетельства просто повергли в шок. Русские так обращаются с теми, кто посмел рассказать о коррупции. И мне кажется, в Конгрессе США после этого не осталось никакой симпатии к России. После этих слушаний свидетельств осталось лишь острое желание действовать. Абсолютная гениальность закона Магнитского в том, что впервые в истории санкционной политики, впервые в истории международных отношений появилась идея точечных санкций. То есть не наказывать всю страну и все население этой страны, все граждане этой страны за действия авторитарного диктаторского режима. А конкретно наказывать тех людей, которые лично несут ответственность за нарушение прав граждан и лично несут ответственность за коррупцию. Владимир Карамурза присоединился к борьбе Уильяма Браудера. На их стороне также был Борис Немцов, один из самых ярких противников Владимира Путина. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! На улицах власти неоднократно разгоняли людей дубинками. Законом Магнитского два оппозиционера надеялись нанести ответный удар. Возрасту 18 лет я пришел работать с Борисом Немцовым. Борис Немцов стал самым заметным, самым ярким, самым сильным лидером политической оппозиции путинскому режиму. И он стал олицетворять движение за свободную, современную, нормальную европейскую Россию против всего того, что представлял собой путинский режим. Ну и, конечно, наверное, то, что Кремль считал наиболее опасным в том, что делал Борис Немцов, это его абсолютно ключевая роль в принятие закона Магницкого. Мы вместе с Борисом Немцовым провели десятки встреч с конгрессменами, с сенаторами. По поводу Билла Браудера он всю свою жизнь посвятил поиску вот этой ответственности для тех людей, которые убили Сергея Магницкого. Но для нас, для представителей российской оппозиции, для представителей российского гражданского общества было важно, чтобы этот закон имел более широкий характер, который распространял действия этих персональных санкций на всех нарушителей права человека в России, а не только на фимурантов дела Магницкого. Надо ввести санкции против негодяев. Список этих лиц, как хотите его называйте, списком присутствующих или списком Немцова, как угодно. Список этих лиц должен начаться с фамилии Путин. У военных есть кодекс, согласно которому нельзя бросать своих. На разведку он тоже распространяется. Россия арестовала нескольких шпионов, которые работали и на Соединенные Штаты, и на Великобританию. Они были в России, в российских тюрьмах. Мы знали о том, кто это такие, нам удавалось поддерживать с ними связь, и мы думали, что будет логично обменять 10 предполагаемых шпионов на тех, кто шпионил в пользу Соединенных Штатов и Великобритании, что мы сможем заключить сделку. Я договорился о телефонном звонке с Фродковым, директором российской разведки. Я сказал, «Господин директор, я должен вам кое-что сказать. Мы арестовали 10 шпионов, ваших русских шпионов». На том конце повисло молчание. Через какое-то время Фродков сказал через переводчика, «Да, это наши шпионы». Я сказал, «Мы бы хотели договориться об обмене». На что он ответил, «Я попробую уточнить. Для этого мне нужно получить разрешение Путина». Если не ошибаюсь, уже на следующий день он перезвонил и сказал, что Путин одобрил обмен. Наш самолет с 10 российскими шпионами и их семьями приземлился в Вене в то же время и в том же аэропорту, что и российский самолет с нашими шпионами. Российских шпионов доставили к трапу российского самолета, а наших шпионов к двум нашим самолетам. Один из них вернулся в Великобританию. И, как водится, русские никогда не прощают тех, кто шпионил в их стране. Поэтому русские и провели операцию, в рамках которой отравили одного из наших шпионов. Владимир Путин готов пойти на риск, на которое не готово или не могло пойти советское руководство. А это намного опаснее холодной войны. Меня зовут Марк Урбан, я журналист, и когда-то мне пришла в голову интересная идея написать книгу о шпионаже в современном его понимании. Это было как раз в тот период, когда отношения между Россией и западными странами вновь обострились. В этом контексте Сергей Скрипаль подходил идеально благодаря своей личной истории. Бывший офицер разведки в Советском Союзе и затем в России, который переметнулся на сторону британской разведки, был пойман, отправлен в колонию строгого режима и потом его обменяли. История его жизни действительно потрясающая. Я решил попробовать его найти, и это оказалось довольно просто, потому что он был в списке избирателей по Южной Англии, в городке Солсбери, где он поселился после обмена. Никто из нас не подозревал, что через несколько месяцев его отравят. Сергей Скрипаль был офицером российской разведки и работал на военную разведку, также известную как ГРУ. ГРУ являлась нереформированной организацией и согласно ее доктрине Россия по-прежнему находилась на грани войны со странами Запада. В то время Рональд Рейган активно перевооружал Америку и американцы отправили свои крылатые ракеты на Сицилию. Русским очень хотелось об этом знать. Они попытались вербовать американцев, которые работали на Сицилии в местах базирования ракет. Сергей Скрипаль был одним из тех сотрудников ГРУ, которые работали в посольствах и пытались вербовать шпионов. В разговоре с Сергеем очевидным стало то, что приход к власти в России Бориса Ельцина и демократов в начале 90-х, который нами на Западе воспринимался как нечто положительное, Сергея и его коллег в ГРУ совсем не радовал. Сергей был разочарован тем, что происходило. Он видел хаос по всему Советскому Союзу, беспорядки в разных уголках России. Лично он не ощущал никакой преданности такой стране. Также он, как и многие другие офицеры разведки в те времена, испытывал финансовые трудности. зарплату у них резко упала из-за инфляции. Это разочарование Сергея в новой российской власти привело к тому, что шаг за шагом он подошел к черте, после которой был готов предать ГРУ и Россию. Он смог передать Ми-6 британской разведке много ценной информации о действиях российских военных при Путине и о разных операциях, которые они проводили до этого. Звучали вопросы о химическом и биологическом оружии. И когда Сергей Скрипаль составил собственную схему организационной структуры ГРУ со всеми офицерами, которые возглавляли разные подразделения, директорами и отделами этой запутанной организации, эта схема произвела в штабе Ми-6 настоящий фурор. Прежде у них не было никого, кто занимал бы подобную позицию и был готов десятилетиями работать в ГРУ и сливать информацию. Крот на самых высоких уровнях Сергей Скрипаль передавал информацию Ми-6 весь первый срок президентства Владимира Путина. Застегнутый врасплох, бывший глава ФСБ открыл охоту. На языке российских спецслужб это называлось словом СМЕРШ. СМЕРТ шпионом. Когда они начали получать информацию от одного из своих источников, что в ГРУ есть шпион, завербованный западными разведывательными организациями, в ФСБ потратили колоссальные ресурсы, чтобы выяснить, кто это. Так они начали слежку за Сергеем Скрипалем. Они проследили за его встречей с офицером британской разведки в Турции. Когда он вернулся в конце 2004 года, его решили арестовать. Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственных изменок, формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа. Его приговорили к длительному сроку в колонии строгого режима. Это была исправительная колония в одном из центральных регионов России, Мордовии. У этого региона давняя ужасная история места, куда ссылали диссидентов и людей после показательных процессов в 30-е годы. После пяти лет заключения в России Сергея Скрипаля вызвал начальник исправительной колонии и объявил, что он выходит на свободу. Чтобы вернуть своих лучших оперативников задержанных на Западе, Владимир Путин согласился освободить старого предателя. Одним из обязательных условий было то, что он должен был получить подписанное президентом прошение о помиловании. Ему пришлось подписать множество бумаг, в том числе чистосердечное признание, потому что помилование можно получить только если ты признаешь, что в чем-то виновен. Сергея отвезли в Форд, тренировочную базу МИ-6 на южном побережье Англии. Его доставили на вертолете. Его допрашивали несколько недель. Он общался с офицерами МИ-6, рассказывал им обо всем, что с ним происходило, что было во время допросов, в чем он признался, в чем не признался, в таком духе. И вот спустя несколько недель он наконец-то оказался на свободе. Поселился в маленьком домике в Солсбери в графстве Улдшир, пытался жить обычной жизнью. Договорился, что к нему переедут жена и дети. В МИ-6 были уверены, что факт президентского помилования Сергея в 2010-м, необходимого для его освобождения, означал не просто выполнение законных формальностей, но и то, что русские его действительно простили и не будут преследовать. Естественно, они ошибались. Пока Москва планировала свою месть, оппозиционеры Владимир Карамурза и Борис Немцов все чаще посещали Вашингтон вместе с Уильямом Браудером. Трио Магнитского надеялось заручиться как можно большим количеством голосов, чтобы закон точно приняли. Для этого им нужно было убедить республиканцев и демократов в необходимости наложить санкции на Россию. У меня был список республиканцев, и когда я его просматривал, то сразу обратил внимание на одно имя из этого списка. Это был самый влиятельный республиканец в Сенате. Сенатор Джон Маккейн из Аризона. Почему сенатор Маккейн? Потому что Джона Маккейна пытали во вьетнамском лагере для военнопленных, так же, как пытались Сергея в российской тюрьме. С того момента сенатор Маккейн стал моим главным союзником в Вашингтоне. Еще трагичнее то, что дело господина Магницкого один из ярчайших примеров повсеместного ослабления верховенства закона в России и замене его на произвол и почти неограниченную государственную власть, которая все больше концентрируется в руках одного единственного человека, президента Владимира Путина. Работать приходилось очень осторожно. Я часто описываю это как выбор партнера для танца, поэтому мы начали налаживать связи с двумя людьми одновременно из каждой палаты. У нас был сенатор демократ, они призывают нас скорее принять закон Магницкого об ответственности, и нужно было найти партнера республиканца. Мы в Конгрессе едины в своей поддержке тех, кто борется за демократию и права человека в России. Мы нашли сенатора республиканца, теперь найдем еще одного партнера демократа. Сегодня третья годовщина смерти Сергея Магницкого, в честь которого и назван этот законопроект. Чтобы внешний мир, администрация Обамы, СМИ, правительство России видели, что закон всегда поддерживается обеими партиями, и это нельзя было бы расценить, как партизанскую атаку. Все сенаторы готовы проголосовать или изменить свой голос за 92, против 4. Закон принят подавляющим большинством. Это было почти 90% голосов в Палате представителей и более 90% голосов в Американском Сенате и у Барака Обамы уже не оставалось никакого выбора после того, как с таким перевесом был принят закон. Понятно, что он вынужден был подписать и закон вступил в силу. Я даже не думал, что закон Магницкого примут. Выиграть в лотерею больше шансов, чем продвинуть закон в США. Впервые за 35 лет Соединенные Штаты приняли закон о санкциях в отношении России. Я был поражен, но еще больше был поражен Владимир Путин. Я помню, как русских и в Москве и в Вашингтоне крайне взволновало обсуждение закона Магницкого. Я уже молчу о его принятии. Отреагировали они крайне враждебно. Типичное отрицание русских строилось на том, что Магницкий не был просто жертвой. Он сам был преступником, сам был замешан в коррупции и заслуживал все, что с ним случилось. И что мы не имеем права вмешиваться в то, что они называли суверенными внутренними делами России. Мы предоставили правительству США имена 280 человек. Санкции наложили примерно на 50 из них, так что работы нам предстояло еще много. Если Соединенные Штаты накладывают на тебя санкции, это значит, что ты не можешь открывать банковские счета нигде в мире, потому что ни одна западная организация не хочет попасть под санкции казначейства США. Если вы захотите отправиться в какую-то из этих стран, сотрудник консульства вобьет в систему ваше имя и увидят этот человек под санкциями за нарушение прав человека и визу вам не дадут. По сути, вы привязаны к России. Если у вас были деньги за границей, у вас больше нет к ним доступа. И это рушит вашу жизнь. Не в том смысле, в котором бы я хотел. Они должны сидеть в тюрьме, вот разумное наказание за пытки и убийства. Но все равно это чисто политический недружественный акт. Мы, конечно, должны соответствующим образом реагировать. Министерство иностранных дел сразу сказало об этом, что ответ будет. Но то, что в Госдумах взяла на себя эту инициативу не представляется абсолютно правильно. Я думаю, что где-то к началу 2010-х годов у Путина сложилась уже вполне полная и такая очень успокоительная для него картина мира. Все будет хорошо. Никто ничего не может с нами сделать, потому что у всех есть свои интересы. Все думают о своих избирателях, все думают о своей экономике, все думают о своих финансах. В этой картине мира внезапно случился один неожиданный элемент и это был закон Магнитского. Поэтому именно на акт Магнитского и на людей, которые были к нему причастны, направился весь гнев Путина и все инструменты давления, которые он мог для этого использовать. Так вот, в конце 2012 года появился законопроект «Россия запрещает людям в Соединенных Штатах усыновлять российских детей, прежде всего российских больных детей». Закон назван именем Димы Яковлева, мальчика из России усыновленного семьей из Соединенных Штатов, который умер, когда его оставили в машине под палящим солнцем. На самом деле судьба российских детей не интересовала Думу. Закон был написан и принят в кратчайшие сроки через несколько дней после того, как Конгресс США принял закон Магнитского. И тогда многие журналисты занимались этим. И я был один из тех, кто нашел этот файл и показал этот файл и название этого файла. Магнитский текст. И всем стал понятен смысл этого, что детей запрещают усыновлять для того, чтобы ответить на акт Магнитского. То из-за персональной санкции против кремлевских воров и коррупционеров они отыгрались на российских детях. Десятки американских семей, надеявшиеся усыновить ребенка из России, сегодня просто раздавлены. Это просто преступление против детей. Политическая система использует детей как пешек. Пусть правительство России пересмотрит. Разобравшись с американскими семьями, которые усыновляли детей, они пришли за мной. Русские гонялись за мной по всему миру, побивая ордеры на арест у Интерпола. Интерпол выдал 8 ордеров на мой арест, чтобы они смогли вернуть меня в Россию и убить, как убили Сергея Магнитского. Я либо узнавал об этом заранее, либо мне удавалось избежать серьезных проблем. И каждый раз мне везло. для Владимира Путина эта игра называлась эскалация. Владимир Путин усиливал давление сразу по нескольким фронтам. Он начал территориальную войну в Украине в 2014-м, отправив армию наемников без опознавательных знаков аннексировать Крым и напасть на Донбасс, оправдывая это предотвращением геноцида русскоговорящего населения. Российская оппозиция начала действовать. Для Бориса Немцова стало очевидно, что мир и безопасность на европейском континенте под угрозой. Он мог организовывать огромные митинги и демонстрации против власти, против Путина. Человек, который уже готовый и потенциальный президент, и одно это уже делало его опасным для Кремля. Мы должны сказать, нет войны, мы должны сказать, хватит маразму, мы должны сказать, Россия и Украина без Путина. Россия и Украина без Путина. И последнее, слава России, слава Украине. Кремль по-разному нейтрализовывал своих политических оппонентов. Кого-то покупали, кого-то запугивали, кого-то внуждали уехать из страны, кого-то сажали. Бориса Немцова невозможно было не купить, не запугать, не заставить замолчать каким-либо другим способом. И его заставили замолчать тем единственным способом, которым это было возможно сделать. Для меня этот день навсегда разделил жизнь на до и после. Понимаете, как красная черта такая прошла. только закончили ужинать, это пятница вечер было. Объявили эту новость, я не поверил в себя, никто не поверил. И я выскочил на улицу, поймал такси, поехал на этот мост. Правоохранительные органы России сообщают, что это тщательно спланированное убийство оппозиционера Бориса Немцова. Немцова четыре раза выстрелили в спину, когда он шел по мосту со своей девушкой украинкой совсем рядом с Кремлем. Здесь убит один из лучших людей России. Слава героям! Слава героям! Слава героям России! И мы все знаем, кого цена за противостояние путинскому режиму. Я абсолютно убежден, что одним из главных факторов в решении Владимира Путина отдать приказ на убийство Бориса Немцова это было именно участие Немцова и ключевая роль, которую он сыграл в принятии закона Магнитского в США. Ну и то, что касается моих отравлений, в моем случае это была не только главная, а единственная причина. Мы, я и дети живем в Соединенных Штатах уже много лет. Володя считает, что может продолжать свою деятельность полноценно, так как он это делает, если его семья будет в безопасности. Мне хочется быть хорошим примером для своих детей, примером того, как нужно бороться за то, что ты любишь, за то, что для тебя ценно. Мы не просим вашей поддержки. Изменить Россию это наша задача, и мы сделаем это сами. Мы просим вас лишь перестать поддерживать господина Путина, перестать относиться к нему как к уважаемому и достойному партнеру на международной арене. Как нельзя позволять страху остановить себя в этой борьбе. на протяжении 22 лет являемся свидетелями того, как сотрудник КГБ, пришедший к власти, постепенно загоняет страну в страшную черную дыру. Было понятно, что сотрудник КГБ может действовать только методами, используемыми КГБ. Все стало понятно в 2015 году, когда в феврале у стен Кремля был убит Борис Немцов, Володин близкий друг, соратник и крестные нашей дочери. А всего лишь через пару месяцев после убийства Бориса Немцова первый раз был отравлен Володя. Это было посреди дня, я сидел с двумя коллегами в офисе в центре Москвы и вдруг случайно почувствовал, что мне тяжело дышать. И я почувствовал, что начинает биться сердце, что я весь покрываюсь потом, что падает давление, что меня начинает рвать, и в течение буквально нескольких минут я уже не смог ни сесть, ни встать. И мои коллеги перенесли меня, положили на диван, вызвали скорую помощь, и я очень быстро потерял сознание, а происходило то, что один с другим отключали все органы. Легкие, печень, почки, сердце, просто все перестало работать. Я проходил медицинскую реабилитацию за рубежом, в Америке. Врачи сказали моей жене, что шанс выжить примерно 5%. Я был в коме несколько недель, очень долго из нее выходил, очень долго пришлось восстанавливаться, пришлось учиться заново ходить, пришлось учиться заново держать вилку, ложку, пришлось заново вообще восстанавливать все базовые функции человеческого организм. Самым большим подарком путинскому режиму со стороны представителей оппозиции было бы, если бы мы все просто разбежались. Я им таких подарков делать не собираюсь. Российский политик должен быть в России, это не может быть никак иначе. Я вернулся как только смог. если говорить о мерах безопасности, какие тут можно принять меры безопасности? Невозможно же не есть, не пить, не ходить по улицам, не одеваться. Стараешься не думать об этом, иначе станешь параноиком, если каждую минуту ходить и дергаться, а что будет дальше? Просто ты принимаешь эти риски, принимаешь эту цену, а потом он случился еще раз. второе отравление имело место в 2017 году. Нам удалось вывести образцы крови Володиной на анализы, которые проводили здесь в какой-то лаборатории ФБР. ФБР не смогло определить яд, которым Володя был отравлен, но в их отчете говорится о том, что по их мнению это было отравление неустановленным биотоксином. Большая часть данных этих анализов были засекречены. Володя пытался получить результаты через суд, это заняло большое количество времени, и все равно то, что мы получили, большая часть информации была просто выморана в бумагах. Опять же, о причинах можно долго рассуждать, но мы знаем, например, что был визит высших чинов российских спецслужб в Вашингтон, и после этого ФБР сказала о том, что большая часть данных засекречена. Об отравлении Владимира Карамурзы не было статей с громкими заголовками. Несмотря на военные вторжения в Крым и на Донбасс, Владимир Путин не стал изгоем. Россию исключили из Большой Восьмерки, но оставили в Большой Двадцатке. Более того, здесь хозяин Кремля желанный гость. Экономика определяет политику, и страны Запада погрязли в компромиссах. Но в опасности все, даже те, на кого, казалось бы, уже не обращают внимания. 5 марта 2018 я был в офисе. Это был понедельник, и в новостях промелькнула короткая заметка происшествия в больнице Солсбери в то утро. Загадочный и даже пугающий инцидент произошел этим утром. Бывший российский шпион и его дочь остаются в критическом состоянии. Власти считают, что их отравили. Я подумал, господи, это невероятно. К тому моменту я уже несколько месяцев не общался с Сергеем. В больнице некоторые быстро начали подозревать, что это могло быть нервно-паралитическое вещество группы органов фосфатов. Районы города перекрывали. Бригады спасателей выезжали для обеззараживания домовладений. По сути, огромная часть Солсбери была перекрыта. Это было беспрецедентно. А через день-два смогли определить, что обнаруженные следы в точности соответствуют одному из нервных агентов, который был разработан в России в 90-е. Он называется Новичок. Шумиха поднялась, когда стало ясно, что страну посещали действующие агенты ГРУ. Они попали на камеры наблюдения. Они даже личности свои не скрывали. Это была словно подпись. Подпись на отравлении. Это дело рук России. Британскому правительству ничего не оставалось, как выступить жестким общественным заявлением, осуждающим Россию. Спасибо. Заявление премьер-министра. Стало очевидно, что господин Скрипаля и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного образца, созданным в России. Известно, что Россия синтезировала такие вещества в прошлом и располагает средствами их производства по сей день. Россия уже совершала убийства, организованные и проспонсированные государством. Принимая во внимание тот факт, что Россия считает перебежчиков законными целями убийства, правительство пришло к выводу, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей с высокой вероятностью стоит Россия. Сергей Скрипаль и его дочь выжили. Из Британии были высланы 23 российских дипломата, из США 60, из Франции и Германии по 4. На этом все. Владимир Путин упивался зрелищем смуты в странах Запада. Он готовился встретиться с Дональдом Трампом, новым американским президентом в рамках его поездки по Европе. В вопросах международных отношений Путин чрезвычайно хладнокровен. Он четко представлял интересы России и собирался их продвигать. Его встреча с Трампом в теории была крайне опасна для Соединенных Штатов, потому что Трамп не понимал с кем он имеет дело. Меня зовут Джон Болтон. Я бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности. Я заступил на должность в апреле 2018-го и в этой конкретной поездке планировалось три встречи. Одна с представителями НАТО, одна с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и одна с Путиным. Так что поездка была недолгая, но очень насыщенная. Когда Трамп встречался с премьер-министром Мэй, основная часть встречи проходила в Чекерс, загородной резиденции британских премьер-министров. Нам казалось, что ситуация стабилизировалась, но для британцев она продолжала быть актуальной, они были взволнованы. На этой встрече не планировалось никаких соглашений или чего-то конкретного. Она была нужна для того, чтобы Трамп услышал точку зрения Британии до своей встречи с Путиным в Хельсинки. Я спросил Терезу Мэй о покушении на Скрипалей. Спросил, почему, на ее взгляд, русские это сделали. И сделал я это с конкретной целью. Я хотел, чтобы Трамп услышал от Мэй, что русские способны совершать убийства на территории других государств. Британцы были уверены, что за покушением стоят русские, что так они проверяли, смогут ли совершить убийство, вывести людей, совершивших его, а потом избежать последствий. Сегодня мы также обсудили совместную работу по реагированию на злонамеренные действия других государств, терроризм и серьезные преступления, в частности России. Я поблагодарила президента Трампа за его поддержку после чудовищного применения боевого отравляющего вещества в Солсбери, когда он выслал 60 сотрудников российской разведки. Мы сошлись на том, что взаимодействие с Россией нужно строить с позицией силы и единства и продолжать отражать попытки подорвать нашу демократию. В Лондоне твердо решили, что Россия должна понести ответственность за свои действия, и они чувствовали, что для стран Запада важно осудить Россию в едином порыве за то, что она сделала. И мне казалось очень важным, чтобы Трамп это услышал. Но Трамп решил, ладно, дипломатов мы выслали, так что на этом и закончим. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я уже вижу, что там смотрю некоторые информационные источники ваши коллеги там проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие, предатель Родины. Вот представьте себе, у вас есть, вы гражданин своей собственной страны, значит, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий, представитель любой страны. Он просто подонок. Вам спасибо большое. На конец 2010-х Владимир Путин остается у власти. От Донбасса до Солсбери вспыхивают предупреждающие сигналы. Война уже здесь, на пороге Европы, которая отказывается ее замечать, говорить о ней и принимать во внимание. Вопрос уже не в том, когда случится следующее отравление, а кто станет его жертвой. У меня не было никаких сомнений с самого начала, что это намеренное отравление, что это отравление с целью убить, а не напугать. Но в 2021 году мы получили фактические доказательства этого. И это журналистское расследование установило имена четверых сотрудников Федеральной службы безопасности. Это та же команда, тот же эскадрон смерти ФСБ, который участвовал в отравлении Алексея Навального. Автор сценария и режиссер Дженнифер Дешамп. Продюсер Валериман Марта. Сопродюсер Хесус Гонзалес Эльвира. Композитор Марек Хунхаб. Операторы Матиас Денизо, Лайонел Ян Киргистель, Никола Базино, Гилем Беро, монтажеры Мэтью Лере, Эммануэль Лежень. Переведено и озвучено на русский язык специально для телеканала Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин